О, нифига себе, я тебя знаю Да вы что? Да вы что? Откуда? Подожди, погромче сделаем Да в ютубе смотрел Ты историк такого Ё-моё Ё-моё, да Наверное, да Может, у вас вопросы ко мне какие-то есть? Если Ё-моё Блин, да нет, ну Теоретически это все правильно Ну, вообще, как бы То, что я видел В ютубе С кем ты когда общался Мне твоя позиция более близка, чем Может быть, я тебе и не здесь А вы кто вообще по национальности? Если не секрет Хо, сложный момент Ну, вообще Родился я в Украине Под Киевом Пастырь Ну, как бы только родился Буквально, может, года полтора А так всю жизнь в России Там Ростовская область А сейчас живу в Тюмени Ну, и в Сургуте еще живу Так у вас украинские корни Или вы просто родились? Не, украинские Батя украинец Как так сказать Ну, коренной Ну все Тогда я тогда понимаю Почему вам ближе моя позиция Тогда вопросов вы... Ну тут получается Тогда я не пробылся 20-летней пропагандой Потому что у меня какой-то генетический код Сработал Можете смеяться Но это действительно Когда не встречаю Какого-то человека Который говорит Вот, типа Да, ты там что-то Классно снимаешь Или просто Я там тебя видел Я там поддерживаю То вот Знаете Я вот сразу спрашиваю И кто Он говорит У меня есть украинские корни Да, это так Действительно Отец вот Ну, прям конкретно Там украинец А вот мамка русская Как бы казачка Вот эта вот Ростовская Донская, да? Ну да Может какая-то нехорошая Ну, она Другого мнения По поводу Всего этого конфликта, конечно А ты стримишь сейчас? Нет, не То выложи У меня ФСБ загребут Да, нет Я ж знаю Я ж таких Сразу прячу Но у меня стримов нет У меня стримов нет Я никуда не стримлю Я просто записываю Но если даже Что-то такое вылаживаю То я все замыливаю Там никто ничего не видит Ну ты как бы на охоте сейчас Да, поймать Какого-то Всякое Да, всякое Вот такое Ищу Это я не согласен С моими Высказываниями Вот вы говорите Что ближе Ну тогда Просто у вас Больших нет Ну, знаешь Вот Сама Суть Твоего посыла Вот Ты не читал Лекцию Павлова Это которая Животных изучала Вот Сомакой? Да Угу А 1917 года Там лекция О русском уме Да, я видел Я видел Вот это вот прям Включ Да такого добра Такого добра хватает Там таких цитат Я вам больше скажу Я видел цитату Не Павлова Начало 20 века А видел цитату 16 века Якуба Ульфельда И там тоже Просто вот Вот так вот Современно все Там никакой разницы Не увидеть Вот Ну По сути Возможно Это очень Глубокая история Вот такой Селекции Русского народа Где все Всегда Выдавливалось Разумно И создавалось Неразумное Не способно На какие-то Логические цепочки Там вот это вот Все Ну это я Пришел к выводу Такому Ну Я не буду Года Года Брать Какие-то там Ни я Не знаю Но Знаешь А в принципе Вот нас в школах Всегда учат Каким-то датам Но ведь не важно Дата Важно Что произошло Что ты понял Что Ну Произошло По сути А не дата Какая-то А у нас Вот В России Да и в Украине Наверное Ну Тоже давить На то и есть Те кто занимаются По истории И им даты важны Для людей Которые Просто Им Можно эти даты Точно не знать Но суть понимать Главное Чтобы правильно Понимать эту суть А не как Вот так Изворочены Вот Гениальное Вот Это Знаешь Это и гениально И на самом деле Очень простое Ну да Идеально Гениальность Простое Это ж Она Слушай Ну с тобой Короче Блядь По-моему На одной волне Ты короче Баймал Не того Кого Можно Приклюнуть Куда-то Задавить Так это ж Хорошо Я же говорю Все-таки Какой-то генетический Код Существует Хотя Это Будет звучать Антинаучно Все генетики Скажут Да Что за Бред Что это Такое Но на самом деле Что-то в этом есть Сколько Не встречал Я тебе Знаешь Больше скажу Очень много Размышлял И до 35 лет Сейчас мне 44 Ну буквально Вот недавно Неделю назад Исполнилось 44 У меня был Внутри До 35 6 лет Внутри Собственный Консенсус Я понимал Что что-то Не так Но я себе Ну как бы Я вижу Короче Какой-то Где-то Преуспевает Я говорю Слушай Я такой Нормальный Адепатный Почему он Преуспевает Я такой Слушай Пусть он Преуспевает Я нормальный Он нормальный Пусть это Как-то так Я короче Консенсус Внутри себя Нашел Во всей этой теме И Следовал Но потом Вот где-то В 37 38 Я Начал Смотреть Знаешь Может быть Это Банально Короче говоря С Навального Вот его Расследовали И вот Эта Логическая Цепочка Начала Понимать Почему так Начал Задавать Себе Вопросы 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 И Меня Эти Вопросы Завели В такой То есть Мафия Ведет Войну Против Украины Ломала Кребет Русскому Народу Который Забит Вообще Его Задавили На Клопат Ну Ну да Так и Вы же Удивляетесь Так же Было Веками Там Князь Сам Опричники Контролируют Всю Остальную Массу И Вот Так Это Веками И Все Это Так Вот Знаешь Я Вообще Для Себя Понял Что Сам Вообще Это Вот Ну Вот Это Революция Двойная То есть Первая Революция Это Правильная Революция Там Вроде Бы Какие Демократические Начали Зарождаться Там Вот Эти Как Не Бояре То есть Первая Революция Привела На трон Там Регалии Убрали Вот Эти Николаевские Вот Ну Флаг Очистили Как Ну Вот Будем Вот Без Всяких Вот Этих Вот А потом Вот Эта Ленинская Она Перечеркнула Назад Скатились Да И вот Оттуда Мне кажется У нас Все пошло Не так Ну Знаешь Мне кажется Многие жили До Какого-то Там Момента А потом Этот момент Использовали Чтобы Развиться Или Как-то Так Вот Преуспеть Там Ну Во всем Во всем А у нас Вот это Вот оборвалось Именно Вот с этой Революцией То есть Когда Что-то Зазрело А там Потом Хребет Сломали Ну Это же Империя Империя Не может Так Демократизм Какой-то Внедрять Когда Она Начинает Внедрять Они Вести Постоянные Войны Захватнические Постоянные Какие-то Вот Всю политику Империю Тогда Это все Решится Танцкая Империя И еще Какая-то Ну Они же Как-то Пришли К Какому-то Пониманию Что это Ну Неправильно Невыгодно Или еще Как-то И вот У нас В России По сути Вот Ну Мне так Кажется Я вот Ну Дошел До этого Что Вот Эта Первая Революция Она Могла Дать Шанс На Понимание И развитие Народов Правильно А А Когда Произошла Вторая Революция Это Какая Ну Там Октябрьская Ленинская Там Пришло Быдло К власти Оно Все Разбежались Адекватно А потом Вот это Все еще Селекционировал То есть Кто Успел Убежать Кого Расстреляли И вот Сейчас Короче В России Огромная Масса Людей Которые Вот Ну Все ваши Страхи Воплощают То есть Ну 90% То есть Я вот Знаешь Как могу тебе Сказать Я вот С украинцами Ребятами Тоже Общался Говорю Ребята Надеются Будут Массами Идти Идут Контракты Подписывают Я вот Тут Разговариваю Все Подписывают Ничего Никакое По Павлову Никаких Никаких Фактов Никаких Ничего им Не надо У них Вот Какие-то Там Свои Как Как там Павлов Говорил Верят В слова Все Слово Вот Слова Родина Родина Что угодно Скажи Все Пойдет Идут И вот У меня Буквально Неделю Назад По Одноклассникам Я с ним Уже давно С одноклассником Этим Не общался Вот Искал Другого Человека Ну Наш Нарвался На этого Его брат Пишет Он Его Забрали По Мобилизации Он сам Вообще-то Хотел Юнку Подпевал Всегда Хотел И тут Его Забрали Его Там Опять Осколков В бедро Очухался Очухался Вот Все Живи Все По трупам Ты там Ходил Тебя там Бомбили Опять Едет Опять Он едет Это Неописуемо Неописуемо На факт Я Я С ним Разговариваю Ну Валик Ты говорю Смерть Погиб Я говорю Чудом Удалось Там Выжить Там Под Авдеевкой Короче Они в какое-то Там Наступление И там Я Ну Какой-то Поселок Небольшой Его там Осколками Там Говорит И его Говорит За тросом Тросом Зацепил Какой-то Парень Куда-то Вытянул И ты Выжил У меня Нет выбора Они Ну Как бы Как у тебя нет выбора Ты У тебя Выбора нет У тебя Из гроба Нет Выбор У тебя Всегда Есть Нет Это Это Да Это Просто Меня Тоже Я Иногда Спрашиваю У них Вот Этих Там Которые Иногда Бывали Там Что-то И вообще Они Просто Вот так Просто Назад Пошли Назад Пока Там Не останутся Они Будут Я Не понимаю В чем Смысл Но Это Как-то Работает Как Вас Зовут Евгений Евгений Сергей У меня Такой Момент Был Я Карточку Потерял На Озере Ее Наши Малолетние Ну Как бы Там Немножко Денег Сняли Ну Там 10 Ну Естественно Написал Заявление Там Как Туда Сюда И Вот Потом Я Общался Со Следователем Девушка Молодая И Вот Мы Что-то С ней Заговорили Знаешь Что Она Говорит Они Они С С С Хотят Они Говорят В этой В этой Говорят Ну Вот Поймали За мелкое Преступление Там Ну Так Они Говорят А нахуй Я туда Пойду Там Кредиты Злая Жена Мне Тут Кормят Поят Это Мне Следователь Такое Говорит И Вот Понимаешь Этой Ситуации Я Тебе Сейчас Просто Свои Наблюдения Говорю Не Какие Знаешь Ну В Твиттере Там Много Чего Но Это Вот Чисто Мое Следователь Говорит А не Выходить Хотят И Вот Оттуда Все Зэки На фронте Ну То Есть Вот Пачками Тысяч Ну Да Они Не Хотят Выходить У них Там Проблемы На свободе Такие Которые Они Не Хотят Решать А Если Еще Ты Такой То Ты Естественно Просто Ну Как А Я Вот Тут Спрятался За Решеткой Ничтяк Сегодня Меня покормят Завтра Меня покормят Не Ну Это Конечно Да Это Невероятно Я просто В шоках С этого Всего Просто Это Это Спешно Но Украине Придется Вообще Я Не знаю Как С этим Спрать Это Забудь Про оружие Про Алалогов Нет На Уасиках Будут Ехать Пачками То Ну Это Да Как это Закончится Я вообще Представить Не могу То есть Ну Вот Подавляющая Масса Это Вот Я тебе Рассказал То есть Ты уже Понимаешь Что Будут Подписывать Контракты И там Шкрямать Клюкой Своей И идти Как повезло Как повезло Царям С народом Точнее Они его Сами Что и Как вы сказали Селектировали Но Методом Селекции Вывели Но Сейчас Это Просто Божественно Просто Не Он Просто Принял То И Играет На На Эту На Массу То есть Ну Вот Та Масса Которая Ну Ждет От него Что-то Вот Он На Эту Массу Играет То есть Ну Все Заявления Все Вот Эти Вот Оно Прорабатывается Кстати Там В администрации Президента Я уверен Неглупые Люди Сидят Они Просто Вот Ну Понятно Что Ориентируется На Всевышнего Вот Это На Всевышнего Но Они Потом Вот Этот Вот Весь Бред Пытаются Ну Мозг Там Мне кажется Люди Ну Они Точно Знают Психологию Народ Вот Просто Вот Выучили Павлова Прочитай Вот Прочитай И Все Можно Сразу Первый Канал Строить Россия 24 Все Никто Ничего Никакие Факты Аргументы Не нужны Просто Лупи Слова Красивые Знаешь Которые Не знают Но они Очень круто Звучат Все Поверят Да А как вы Вообще Там выживаете Мне интересно Ну вот С супругой Выживаем Иногда Вот Вино Пьем Все Мне стыдно Букал взять Ну Немножко Выпиваешь Знаешь Главное Выпиваете Адекватно Ну Разгиваете Я Слушай Я по-моему Выпишет Лучше Трезвого Я вас понял Не Ну вы так Вот Не боитесь Там Что будут Там Какие-то Тоталитарный Режим Какой-то Может Вас Тоже Вы Можете Попасть Под его Удар Ну Я Тут И на Митинги Хотел Когда еще Навальный Ну Сейчас Конечно Не высовываюсь А вот Это Вот Приложение Мне кажется Это Вообще Самоубийство Сейчас Не Сейчас Это Уже Нет Тогда Это Просто Вот Они Выстраивали Мы Вот Ну Как Выходили Ну Правильно Ну Не жгли Коктейль Мол Тоже Не бросали Ну Просто Как Б Протест Был А сейчас Что Все Ну Тут Короче Ну Блин Ноль А какое Будущее Тогда Какое Будущее Не Ну Будущее А уже Его не Прогнозируешь Смотри Ты вот Живешь Ну Я вот Ну Понимаю Что Я Замечу Раньше Чем Вся Страна Его Заметит Ну Дальше Когда Вот Просто Сейчас Пока Я Я считаю Что Ресурсов Хватает Вот Накопленных Вот За эти 20 лет Вот Ну В смысле Не у меня У них Вот Они Это Тратят Они Это Тратят То есть Ну Экономика Живет За Счет Вот Этих Накопленных Ресурсов Плюс Они 100% Там Беспалево Печатают Там Ну Может Там Пару Триллионов Рублей Ну Это Все Конечные Ну Вот Это Как Дамба Борский Вот Оно же Три дня Назад Они Говорили Что Там Боничтяк А потом Все Так вот И с Россией Будет Точно Самый Ну Я так Думаю Ну Да Что-то В этом Есть Да Что-то В этом Есть Я просто Знаете Вас спрашивал Лично У вас Как Вы Вообще Ну Вы Видите Своё Будущее Здесь Ждите Лучших Времен Да Или Как Ждете Сложный Вопрос Ну Тут Наверное Много Таких Знаешь Морскомерческих Секретов Есть В этом Плане Не хотел бы Озвучивать Но Знаешь Я на Знания Опираюсь Понимаю Насчёт Чего Санкции Введены Что Что У нас Как Будет Ну Проблематично А что Стоит В принципе Развивать Вот Ну Я Как Лавирую Лавирую Ну Понимаю Приближен Так Сказать К Реальности Просто Не всё Хочет Говорить Ну Как бы Озвучивать Не знаю Это понятно Я же Ничего Я просто Я просто Так Спрашиваю Что Думаю Почему Вот Если бы Я вот Жил Например Лично Я там В Россию Как бы Случайно Попал Там Что Я бы Наверное Сразу Куда-то Уехал Я бы Даже Не рисковал Типа Оставаться Что-то Там Лишнее Скажу Где-то Покажу И всё И сразу Накрыли Вот это Закинули Тут Я Наверное Скажу тебе Что не совсем Вот так Как Вот Ну Может быть В Украине Знаешь Я вот Буквально Несколько дней Назад Наверное Такой Тезис Вывел Есть две Пропаганды Одна ложная Другая правда То есть Когда Давят Правду И очень Максимально И преувеличивают А есть ложь Ну Когда Тоже Ей Манипулируют Вот у вас Правда Она тоже Как бы Чуть-чуть Пропаганды Ну Я вас понимаю В каждой стране Есть пропаганда Это же Не Ну Когда ты Правда Вот Там Вот так То-то-то Ну Знаешь Нужно ещё Взять Какого масштаба Ты личность Ну Вот я вот Сижу В какой-то Грёбанной 25 тысяч Подписчиков Там Что Кто Что я Что я могу Сделать Ну Когда на меня Обратят ФСБ Внимание Когда Что я Сделаю Кто его знает Я же Я же Там не живу Я же Не знаю Ну Реально Надо выйти С плаката Вот ты Тогда засветишься Тебе напишут Протокольчик Тебя занесут В базу А когда ты Где-то там Общаешься Вот допустим Ну Понятно ВК Кстати я тебе Знаешь что Скажу Буквально Буквально Неделю назад У нас был ВК По Сургуту Один человек Который писал Вот То есть Ну Ваш Ну За вас Такого же Мнения Как и я И он писал Откровенно И жестко Вообще Ну Все Три дня назад Супруга Заходит Все Аккаунт Заблокирован Сиди статьей Такой Я не знаю Ну Он Главное Все Момент Знаешь Всегда же адаптируешься То есть Ну В Твиттере Я могу писать Я Ну Немножко Более Как бы Открыт В Твиттере Да А в ВК Я вообще Профиль Просто там Ну Потому что У меня там Кое-где Реклама Ну Для Для Дел Я там Никогда Ничего Не напишу Я же Понимаю Что Это Ну ВК ВК Одно ОК ВК То есть Ну Вот У меня Сейчас один Досток Ко всему Ну Двиттер Я адаптируюсь Я понимаю Что в ВК Ничего нельзя писать Ну Короче Тактика У вас Адаптации И Выжидание Тихая Ну А что Вот Возьми Себя Засунь На мое место Вот Что Вот Двое Детей Жена Ну Как Я Я тебе Знаешь Больше Сказать Я же С родом С Украины Я Говорил Да Нет Конечно С Фастов С Фастова Да И я Короче Говоря Перед этим Всем В Екатерину Звонил Ваше посольство Узнавал То есть У вас Есть закон Который Короче Говоря В ускоренном Процессе Предоставляет Гражданство То есть Ну Это По рождению То есть Когда Девяносто первого Года Ну Родился В Украине Вот Ну Я Году там Родился Я Так Ну Сейчас Как Ну Ну Понятно Понятно Я вас понял Не Ну Как вообще Мысли Изнутри Потому что Так Отсюда Мне сложно Понять Что-то А так Интересно Было Услышать Спасибо На самом деле Было Интересно Понял Ну Я Знаете Я вот Еще парень Там Другой По-моему Он тоже Стринер Такой Короткостриженный Но он Больше Наверное По-другой Не по-исторической У него У него Как Там Кресло Фон Да Такой Да Да Это Наверное Сичин Наверное Никита Макита Сичин Наверное Я буквально Дня Три Назад Начал Листать И смотреть Ну Какие Рабочие Вот эти Вот И вот Находил Там Ну Не очень А вот Это Видать Вы Там Все Вот Она Иностранная Я так понимаю На коме Находится То есть Сервера Это Не Российские Не 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 Российские Я Четко Не знаю Где Но Не Российские Точно Потому что Там Российские Блогеры Жаловали Что Их Там Блокируют Они Поддерживают Войну Это Запрещено Как бы Ну Рулетка Их Банит А Они Потом Но Что Нас Забанили Там Зашел И На Ютубе Там Везде Хотя Ютуб Их Еще Как-то Жалеет А Вот Рулетка Не Пожалел И Ныли То Я думаю Что Точно Не Россия А Ты Где В Дела У У Вас Есть Дух Еще Остался Просто Я Читаю У Меня Складывается Впечатление Что Сейчас Подавленное Состояние Ну Идет ВСУ Баукаид Потому Что Набирает Обороты Это Бомбеж Ну Я Просто Прям Каждый День Читаю Я Уже Конечно Могу Но Читаю Каждый День И Поэтому Знаю Знаете Такое Спорное Дух То Есть Но У Нас Больше Подавление От Того Что Что Западу Вообще Плевать Что Он Своими Выборами Играется Не Может Дать Какую То Одно Какое ПВО В Которые Там 100 У них Есть Одно Не Могу Дать И В результате Он Прилетает По ТЕЦ По Трипольской ТЕЦ Это Тут Недалеко От Киева Блин И Все Как бы И Уже Энергетика Страдает Больше От Этого Подавления Что Западу Плевать Дух Есть Если Б Еще Оружия Побольше Дали Было Вообще Хорошо Печально Все Но Спасибо Было Интересно На самом Деле Действительно